Измельчитель банановых растений Белый амур – это вид рыб из семейства карповых. Будучи ценной промысловой рыбой, она занимает первое место в мире по объемам товарного выращивания. Особенно активно разведением занимаются в Восточной Азии. Взрослые особи питаются в основном растительностью, отличаются прожорливостью, поэтому нужен был способ, позволяющий эффективно и быстро создавать необходимое количество корма. Этот способ был придуман, и вы сейчас видите его на экране. Это компактный, но мощный измельчитель, предназначенный для обработки банановых деревьев. Всего 40 секунд, и цельное большое дерево от корней до кончиков листьев превращается в мелкую стружку. Она автоматически рассыпается на поверхность воды туда, где живут амуры, что также упрощает процесс кормежки. Обратите внимание на отсутствие проводов. Для работы устройству не нужно электричество, его питает жидкое топливо. Проекты SLRush Изобретение, которое вы видите на экране, является детищем архитектурной фирмы, основанной в Германии. Несколько лет назад они завершили работу над целыми четырьмя сложнейшими проектами в городах Мекка и Медина. Первый — это разработка складных зонтов, которые защищают паломников от солнца в Медине. Всего было установлено более 250 складных зонтов с гидравлическим приводом. Каждый размером 26 на 26 метров. Каждую ночь зонты складываются, а на утро раскрываются. Температура под конструкцией держится в среднем на 8 градусов ниже, чем в местах вокруг зонтов. Второй — это раздвижные купола. Третий — создание целого палаточного городка в Мине. Это окрестности Мекки, где останавливаются паломники. Ну а четвертый проект представляет собой разработку часов на башне отеля Royal в Мекке. Их конструкция — это каркас из высокопрочной стали, обшиты сверху сверхлегкими сэндвич-панелями. Над гигантскими 23-метровыми стрелками пришлось трудиться очень долго, ведь они эксплуатируются в условиях, где постоянно дует сильный ветер. White Pass Camper Если вы попробуете вбить в любой поисковый сайт слово «кемпер», то увидите громоздкую машину, рассчитанную на всю семью. Разумеется, это очень ценное приобретение для людей, которые любят путешествовать. Однако проблема в том, что позволить настоящий кемпер себе могут далеко немногие. White Pass Camper, произведенный в Дании, решает эту проблему. Это компактный складывающийся прицеп. Производитель предлагает три модели. Одна обладает настолько небольшим весом, что пристегнуть прицеп можно даже к велосипеду. Мини-домик укроет от непогоды и подарит целых два спальных места. Ну а за столиком внутри и вовсе уместятся четыре взрослых человека. В кемпере, по словам разработчиков, вполне уютно, присутствует место для безопасного хранения вещей. Система обслуживания колес. Автомобильное колесо – сложно устроенная конструкция, к которой предъявляется масса требований. Существует процедура, которую выполняют практически на всех современных автосервисах. Называется она балансировкой колес. Дело в том, что центр массы колеса никогда не совпадает с геометрическим центром, что при движении вызывает повышенную вибрацию транспортного средства, увеличивает износ шины. Балансировка колеса пододвигает центр масс на геометрический центр, исправляя проблему. Существует достаточно большое количество разнообразного оборудования, который выполняет эту процедуру. Большинство из них – ручное и полуавтоматическое. Ситуация, однако, осложняется тем, что вариаций колес и дисков существует огромное множество. То есть универсальных решений не существует. Оборудование, которое вы видите на экране, справляется с балансировкой колес легковых автомобилей полностью самостоятельно. Кроме того, оно также способно надеть шину на колесо. Производством подобного оборудования занимается немецкая компания SchenKrotech. Мотор раскручивает вал с закрепленным на нем колесом. Электронные линейки проводят замер, после чего значения отклонений, выводятся на экран. Программа станка обрабатывает полученные данные, чтобы определить место установки грузов и их массу. Такие автоматические балансировочные станки гарантируют высокую точность измерений при минимальном количестве затраченного времени. Дисбаланс устраняется за один цикл. Показанное на экране оборудование последним этапом проверяет колесо, чтобы оно было идеальным и готовым к эксплуатации. Zero Breeze Mark II Свой первый портативный кондиционер специалисты из компании Zero Breeze показали в 2016 году. Тогда проект понравился людям. На краудфандинговой платформе удалось собрать чуть больше полутора миллионов долларов. Прошло три года. Все это время инженеры трудились над улучшенной версией портативного кондиционера. Так появился Zero Breeze Mark II, показанный буквально около месяца назад. Обновленное изобретение получилось в два раза более мощным, чем предшественник. Всего за 10 минут это удивительное устройство способно понизить температуру в комнате на 20 градусов Цельсия. Обратите внимание на инновационный дизайн. Устройство снабжено двумя шлангами для циркуляции воздуха. Один шланг выкачивает из комнаты теплый воздух, а другой задувает прохладный. Именно они позволяют охлаждать помещение так быстро. Разработчики научили Zero Breeze Mark II мониторить температуру воздуха вокруг и поддерживать ее на заданной отметке. Присутствует функция для увлажнения воздуха. Примечательно, что при всем при этом устройство работает от аккумулятора. Его хватает на 3-5 часов активной работы или на ночь спящего режима, когда работа ведется на поддержание. Розничная цена — 1600 долларов. BadJet Люди, которые делят на двоих одну кровать, нередко сталкиваются с температурными проблемами. Например, одному человеку нравится спать в прохладе, а второй предпочитает спать в тепле. Проблема решается двумя способами — спорами или приобретением специальных матрасов и одеял. Вот только они имеют массу недостатков, поэтому мы хотим показать вам BadJet. Это компактное устройство, которое помещается под кровать и позволяет спать обоим партнерам в максимально комфортных условиях. Вот несколько важных особенностей. Во-первых, BadJet способен нагревать одну сторону кровати, а другую — охлаждать. Во-вторых, мы все знаем, что из-за высокой влажности человек острее чувствует жару или холод. Именно поэтому BadJet решает самую главную проблему, которая возникает в кровати во время сна — влажность. Секрет заключается в уникальной конструкции. Система вызывает циркуляцию свежего воздуха под постельным бельем. Кстати, такая конструкция позволяет охлаждать кровать всего за 30 секунд. Ну а нагревается она в 10 раз быстрее, чем при использовании электрического одеяла. Поразительно, но BadJet борется даже с потливостью. Влажная одежда высыхает с ним в 8 раз быстрее. Доказано, что устройство помогает легче засыпать и делает сон более крепким. Цена — от 600 долларов. MadCline. А вот другое изобретение, также призванное повысить качество сна. В конце концов, мы проводим в кровати приблизительно треть своей жизни. Особенно оно актуально для людей, которые страдают от гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Ее главный симптом — ночная изжога, вызванная попаданием желудочного сока в пищевод. MadCline — уникальная терапевтическая подушка, являющаяся альтернативным способом навсегда избавиться от бессонницы из-за ночной изжоги. Тело человека, который спит на этой подушке, располагается таким образом, чтобы приподнять пищевод. Таким образом, кислота из желудка до него не достает. Подушка обеспечивает стабильный наклон в 15-20 градусов, однако разработана таким образом, чтобы человек всю ночь находился в комфортном положении. Цена — 400 долларов. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры подогнал «Симон»!